Жака Оффенбаха, безусловно, выживет шквал аплодисментов в поддержку. Хотя, вот мне, если честно, эта обработка Канкана даже немножко, вот так, немножко устаешь от нее. Этот барабан бухает в современной обработке. Без него было бы гораздо лучше. Но, тем не менее, Оффенбах есть Оффенбах, а Сара Битболь и Стефан Бернади есть Сара Битболь и Стефан Бернади. Оффенбах 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Когда смотришь на их дорожку шагов параллельной, то невольно, само собой, в голову возвращается мысль о том, что постановка-то делала Татьяна Тарасова. О том, что уж больно она близка, эта дорожка, к тем, что используют в своих программах танцоры. Но, с другой стороны, конечно, тут же становится ясно, что танцоры совершенно по-другому относятся к шагам. Совершенно по-другому. Молодцы. На таком задоре исполнили, на оптимистическом задоре исполнили эту программу «Сара Битболя» Стефан Бернади, что найти слабых мест практически и нельзя. Ну, я имею в виду глобально. Так, по мелочи, конечно, опять сейчас наскребется для судей подарков. Ну, начать, на самом деле, хотелось бы с прыжка. Единственное, чего не удалось сделать Станиславу Леоновичу, это заставить их прыгать вместе. Прыгать в одной плоскости, прыгать как парень. Знаете, даже Кио Кейн и Джон Циммерман за те пару-тройку лет, что они катаются вместе, уже были выучены Игорем Борисовичем и Москвиным, чтобы прыгать как пара. Прыгать вот как два стержня абсолютно идентичных. Прыгать на одном расстоянии. Заходить на одном расстоянии на прыжок и прыгать на том же расстоянии. И отрываться вместе, и приземляться вместе. Этого Сара и Стефан сделать до сих пор не могут. Ну, раз не смогли до сих пор, наверное, не сделают уже никогда. Знаете, Игорь Борисович Москвин по этому поводу говорит, что прыжок, он не считает прыжок выполненным, если он вот с такими пробелами исполняется. Ну что же, я Игоря Борисовичу Москвину доверяю вполне. Один судья ставит французов даже на третье место, но вообще они обгоняют американцев. Получают очень нехорошие оценки. По мнению публики. Самое интересное, Станислав Леонович был, слышали, да, недоволен. Была в сторону Стефана. Вообще Стефан, молодой человек, довольно-таки экспрессивный, свои эмоции никогда не скрывает. Любят повеселиться, пошутить. Не боюсь даже этого слова. Стефан, молодой человек.